Чтобы быть здоровым, употребляйте 2 литра воды в день. Так нам твердят уже несколько лет со всех экранов телевизоров. Так ли это на самом деле? Давайте выяснять. Для начала мы решили спросить жителей нашей страны, что знают и думают по этому поводу они, а потом сверим их мнение с ответом специалиста. Каков должен быть объем потребляемой жидкости для человека в день? 3 литра в день. Это должна быть вода в чистом виде или же вместе с чаем, с кофе, с супчиками? Разные, да. Не только вода, в чистом виде. Скажите, а вы потребляете такой объем воды? Да, стараюсь. Минимум, чтобы было 2 литра и больше. Это должна быть только вода или это вместе с первым чаем кофе? Это должна быть только вода. 2 литра в день. Это должна быть только вода или вместе с чаем, кофе с супами? Чистая вода 2 литра в день еще может дополнять. Около 2-3 литров. А это должна быть просто вода или это вместе с чаем, с кофе, с супами? Насколько я знаю только вода? 2-2,5 литра в день. А это чистая вода в чистом виде или это еще суп, кофе, чай? Нет, в чистом виде я считаю. В принципе, столько, сколько необходимо. Если человек испытывает жажду, он должен пить. Не больше, не меньше. Значит, вы не верите в теорию 8 стаканов? Нет. Хорошо. А эта жидкость должна включать в себя и чай, и кофе, и супы и так далее? Или это должна быть вода в чистом виде? Вода в чистом виде. А вы потребляете? Какой объем воды вы потребляете? Я не знаю. Как вы уже смогли убедиться, в обществе на самом деле бытует мнение, что в среднем человек должен выпивать 1,5-2 литра воды в день или же 8 стаканов. Однако не так давно ученые решили перепроверить эту теорию и пришли к выводу, что нужно учитывать весь объем жидкости, попадающей в организм в течение дня. Объем потребляемой жидкости зависит от многих факторов. Возраст, вес, климатические условия. То есть это повышенная температура окружающей среды, лето. Или повышенная температура в бане, если человек идет в баню. Следующий фактор, от которого зависит объем потребляемой жидкости, это физические нагрузки. Это физическое состояние на данный момент, то есть момент болезни. У человека повышенная температура, соответственно, у него должно быть больше потребления воды. Следующий фактор, от которого зависит объем потребляемой воды, это беременная женщина и кормящая женщина. Также являет объемы потребляемого кофе и потребление алкоголя. Расчет жидкости вообще в сутки. Как он идет? Основной процент потребляемой жидкости рассчитывается из объема потребляемой чистой жидкости. Это вода, плюс часть жидкости посыпает к нам через жидкую пищу. Это супы, борщи, плюс очень большое количество жидкости содержится и в твердой пище. Рыба, там 50-60% жидкости. Каши, 80% жидкости содержат. Мясо, 50% жидкости содержат. Это тоже мы рассчитываем как объем потребляемой жидкости. Дети, которые находятся на грудном вскармливании, вообще не нуждаются в дополнительной жидкости. После года ребенку рекомендуется давать пить по желанию в небольшом количестве 50-100 мл. Каждому человеку нужен индивидуальный подход. Есть такие патологические состояния, при которых мы не разрешаем потреблять 2-2,5 литра жидкости. Это хронические патологии сердечно-сосудистой системы. Потому что чем больше мы пьем воды, увеличивается объем циркулирующего русла, увеличивается общепериферическое сопротивление, идет нагрузка на сердце. Соответственно, давление начинает повышаться. Потом гипертоникам, особенно у которых есть отечный синдром, мы не рекомендуем повышенный объем жидкости. Как обычно, и так задерживаются в организме. Есть другие еще состояния, патологии желудочно-кишечного тракта, патологии печени. Употреблять воду рекомендуется маленькими глотками, не залпом. Влив стакан воды за раз вы тут же захотите в туалет. Вдобавок к этому создается дополнительная нагрузка на желудок и почки. Воду следует употреблять по утрам. Она помогает разбудить ото сна организм, разгоняет застоявшуюся жидкость. Перед сном все наоборот. Питье следует ограничить. Следует отметить, что запрещено употребление воды во время приема пищи. Как следствие этого появляется ощущение тяжести, вздутия, так как разбавляется желудочный сок, а сам желудок растягивается.